Каждый год на три дня наш город становится центром притяжения мировой экономики. Что мы можем противопоставить вызовам, которые сейчас брошены Россией? И поиски ответа на главный вопрос, кто станет лидером будущего? КРИЗИС, КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Прорыв не осуществляется одним человеком-президентом. Прорыв осуществляется народом. Надо делать действительно серьезные усилия в экономике, в социальной сфере, в культуре, в политике, для того, чтобы страна действительно двигалась мощнее вперед. У нас есть элементы отставания. Мы должны их преодолеть. Мы должны уйти в прорыв. Я думаю, что мы к прорыву готовы, может быть, даже в значительной мере больше, чем любая другая страна мира. Потому что, во-первых, мы очень умные и творческие. У нас всегда есть огромное количество идеалов. А что нам может помешать? Ну, понимаете, помешать собственная лень и глупость. Да бросьте, бюрократия, все это болтовня. Собственная лень и глупость. И это не программное заявление. Нужен прорыв. Это жесткое требование современной действительности. Закон Красной Королевы из Алисы в Стране Чудес правит миром. Чтобы стоять на месте, надо бежать изо всех сил. Чтобы хоть чуть-чуть продвинуться вперед, надо бежать в два раза быстрее. Мир меняется мгновенно. Так же мгновенно, как приходят обновления на смартфоны. Виртуальность сливается с реальностью. Например, вот еще вчера были деньги и были биткоины. И в секторе реальной экономики они не пересекались. А уже сегодня советник президента Сергей Глазев на форуме рассуждает о цифровых деньгах. Это если взять обычный рубль, оцифровать его и запустить в оборот блокчейна. Чем не способ борьбы с коррупцией и расхищением бюджетных средств? Мы можем договориться, что каждые 100 рублей имеет свой номер. Это очень важно, допустим, для госзакупок. Мы, если госзакупки делаем в цифровых рублях, мы будем сразу видеть, если деньги эти ушли не на выполнение работ для государства, а ушли, допустим, в офшоры, точнее, люди попытались их вывести на валютную биржу, компьютер сразу пресекает эти операции. И любые попытки хищения цифровых денег сразу фиксируются, блокируются. Приложения, бигдаты, компьютерные нейросистемы. Цифровая экономика – это с одной стороны. Но с другой – сложная, громоздкая, во многом еще сохранившаяся с 20 века система управления экономикой страны. Вот только что назначенный вице-премьер правительства Татьяна Голикова тоже считает, прорыв нужен и в самом правительстве. Нужно говорить еще и о нашей общей забюрократенности, но где-то неповоротливости системы государственного управления, здесь должны быть более эффективные механизмы быть применены для того, чтобы реализовать эти задачи. Бизнес всегда быстрее, чем власть реагирует на призывы к переменам. Но одно дело – реагировать, и совсем другое – исполнить. И возможно ли это исполнить в нынешних условиях? То, про что бизнес всегда с грустной иронией говорит – хотели как лучше, а получилось как всегда. Но, может быть, на этот раз будет не так, как всегда. Вы знаете, если Владимир Владимирович сказал, значит, так и будет. Поэтому я уверен в том, что мы можем осуществить прорыв. Но для того, чтобы он, так сказать, осуществился в более короткие сроки, скажем так, конечно же, нужно сделать кое-какие изменения. И, в частности, работу правительства и бизнеса нужно некоторым образом скорректировать. И пока трудно дать однозначный ответ на вопрос, сможем ли мы совершить прорыв. Очень хочется верить, что да. Но абсолютно точно можно сказать, если не сможем, другого шанса у России уже не будет. Время – вот главный ресурс, за который сейчас идет борьба во всем мире. Кто быстрее, тот сильнее. Это закон нынешней современной мировой экономики. А уж тем более той экономики, которую все чаще и чаще называют цифровой. И это был главный урок Петербургского форума 2018.